С духоподъемной музыки, как и полагается, такому мероприятию начинают свою работу патриотический форум «Долг каждого». В качестве гостей сегодня военнослужащие 503-го мотострелкового полка, представители регионального отделения юной армии и поисковики республики. Напротив, в качестве слушателей – школьники. Все разговоры об одном – почему долг каждого мужчины отслужить в армии. «Родина всегда одна. Другой у нас Родины нет. И на нашей Родине должно быть все спокойно, хорошо. Укрепим свой дух, подготовимся к тому, к чему зовет нас наша Родина». Своим опытом службы в вооруженных силах страны с молодым поколением делятся контрактники и срочники 503-го мотострелкового полка. Они разъяснили перспективы, которые открываются для молодых людей, которые хотят построить военную службу. Спикеры также поделились, каково быть солдатом. «Поначалу было действительно тяжело привыкнуть к армейскому распорядку дня. То, что все по расписанию, строго по расписанию, по уставу, подъем, зарядка, занятие, приемы пищи и отбой – все строго по расписанию». Создать мощную боевую армию, готовую к любым вызовам. Такая задача поставлена руководством страны перед Минобороны. И эта цель постепенно достигается. «Минимум в два раза в неделю бойцы срочную службу ездят на следующий. Стреляют все, что есть. Начиная с ПМ, заканчивая БТР. Служба очень заменялась. Даже с меньшего, что…» «Стреля – молодая. Это флора. И мы в ней зимой-летом. Сейчас уже три-четыре вида флора одежда. И как бы, ну сейчас бойцу грех жалоб, что, как говорится, плохо служит. Начиная даже с аммонирования, заканчивая денежным удовольствием, что боец получает как-то такое… На встрече также подчеркнули роль армии в защите суверенности страны, личный вклад подрастающего поколения в формировании защитников Родины. «Я очень надеюсь, что для пользы, для общей пользы, даже если вы в армию не пойдете, вы для своего здоровья, для защиты нас будете изучать именно военное дело и подтягивать свою спортивную подготовку». После встречи перешла в формат «вопрос-ответ». Каждый аспект военной службы был изучен молодым поколением. «Мероприятие было очень интересным. Наши гости рассказали о боевых действиях, отвечали на наши вопросы. Также я хотела бы выразить слова благодарности нашим гостям за то, что они приехали, рассказали нам. И в общем я бы хотела сказать огромное спасибо нашим защитникам Родины, потому что если бы их не было, не было бы мирного неба над головой. Спасибо большое им за мужественность, храбрость». «Было очень интересно смотреть и слушать реальные истории из жизни реальных солдат, слушать и понимать, что может быть в будущем я или кто-то другой может связать свою жизнь с этим». По завершению форума школьникам дали возможность попробовать себя в разборке и сборке автомата Калашникова, подержать в руках и ознакомиться с принципом работы противопехотных гранат F1 и РГД, а также молодые люди попробовали себя в роли поисковика. Муслим Ганиев, Рамзан Зурабов, Новости 24.